Осторожно, мошенники. Как часто в последние годы мы слышим эти фразы, но как наивно полагаем, что нас это не коснется. С вашей карты бесследно исчезли деньги, но вы ничего не покупали? По всей видимости, вы стали жертвой мошенников. Ежегодно, ежедневно мошенники придумывают сотни способов нечестного отъема денег у граждан. Но часто помогают преступникам сами владельцы банковских карт. Беспечность, наивность и невнимательность – три кита, на которых выплывают с деньгами карточные воришки. Какие-то приемы отлажены и работают годами, а какие-то еще только обкатываются на держателях карт. Вот один из примеров распространенного в наши дни телефонного мошенничества. Вам поступает звонок с незнакомого номера и происходит примерно такой диалог. Алло? Куаныш Дусейнович? Да. Вас беспокоит отдел финансового контроля банковских операций. Дело в том, что пять минут назад, по вашему счету, происходила операция с переводом на сумму девятьсот тысяч. Скажите, пожалуйста, вы самостоятельно совершали перевод? Нет, я никакой перевод не делал. Операция является подозрительной. Я сейчас вам отправлю код, продиктуйте его мне и я заблокирую вашу операцию и вашу карту. Хорошо. А вот пришел код. Да, да, диктуйте. Ты что, реально хочешь отправить им код? Да. Господи люди, почему вы такие глупые и наивные? Никогда в жизни не звонят с банка. А кто тогда мне звонит? Я мошенник и мои коллеги. Как вы думаете, кто звонит? Съемочная группа телеканала ОКМК-ТВ поинтересовалась у горожан, сталкивались ли они с подобными ситуациями и как они при этом действовали. Вы онлайн кредит брали когда-нибудь? Нет. А если вам сотрудник банка позвонит и скажет, на ваше имя кто-то оформляет онлайн кредит? Не знаю, такого не знаю. Тогда скажет, вы мне подскажите номер, который я вам отправляю на телефон. Четыре номера отправьте, чтобы я остановила этот процесс. Что вы сделаете? Я ничего не делаю. Через СМС, который номер прислали, скажете? Если будет, да, скажу. А если, а чё? Нельзя говорить номер, дедушка. Почему? Потому что они мошенники, им этот номер же нужен, чтобы действительно снять. А по телефону пусть. Я по телефону не разговариваю. Вы получали когда-нибудь онлайн кредит? Онлайн кредит? Ну да. Да. Представьте себе, вам звонит сотрудник банка, говорит, на ваше имя оформляется кредит на сумму 50 миллионов. Что вы сказали? Я бы сначала сказал, предоставьте мне все документы, чтобы я смог убедиться, что это именно была моя заявка и в какое время я это все подал. Ну, он говорит, вот к сервису вашего паспорта, вот ваши документы, вас зовут такой-то, такой-то. Поверили вы ему? Честно, нет. Я бы сначала у него узнал, где находится их офис, чтобы сам прийти и убедиться, что это, ну, как бы не обман какой-нибудь. Ну, хорошо. Он приставился, сказал, я сотрудник банка, такого-то банка, мы находимся там-то-там-то, вас зовут так-то-так-то, он все данные предоставил вам и говорит, если вы не оформляли кредит на 50 миллионов, то тогда вам придется отправить нам вот этот код, который я вам сейчас отправил, чтобы нам остановить этот процесс. И вам на телефон пришел смс с кодом. Что бы вы сделали? Ну, чтобы остановить этот процесс, чтобы 50 миллионов на кого-то не ушло. Ну, я бы сделал так, чтобы, ну, я бы предоставил этот код, только проследил бы сам, чтобы весь этот процесс не являлся каким-то мошенничеством. Потому что, мало ли, если я сейчас предоставлю им код, а они вдруг взломали бы мою карту и могли бы оттуда все деньги снять. Вы сначала предоставите код, а потом будете проверять? А потом, ну, вместе с ними буду все это проверять, чтобы не было ничего такого. А вы знаете, если вы им предоставите код, эти деньги же действительно уйдут? Да, но я буду сам следить за этим, потому что если вот после всего этого процесса я вместе с ними схожу до ближайшего банкомата и проверю свою карту, и там не останется, ну, не будет денег, здесь уже будем разбираться по-другому. А вы знаете, что мошенники не будут с вами встречаться? Они возьмут у вас этот код? Значит, я не буду ничего не предъявлять. Значит, вот теперь вы говорите, а вы же что-то... Потому что я сказал, что я вместе с ними все это буду проверять. Но если они не будут идти на контакт, значит, я им ничего не предъявлю. А, ясно. Вам тогда надо сказать, давайте встретимся, да? Да, мне нужно встретиться. И не просто встретиться с каким-то человеком, а именно встретиться с главным, кто у них там есть. Вообще со всем этим офисом. Потому что я не собираюсь встречаться с каким-то непонятным мне человеком, незнакомым мне. Угу. А вот мошенники, они именно вот провоцируют вот такую ситуацию, да, и говорят, вот, а вот есть одна минута у вас, если вы не скажете этот номер, то эти деньги просто сейчас уйдут на чье-то имя. И кредит оформляется же на вас. Если кредит оформляется на меня, то в любом случае я буду подавать... Минута? Не, минута? Ну, если они мне будут давать какое-то время на это, то я сразу же скажу, что я им не верю, потому что никакой банк не будет такое говорить. Это значит, что они просто провоцируют меня на то, чтобы я действовал быстро, чтобы я растерялся. Для того, чтобы меня не обманывали. Потому что, ну, да, мало ли, они могут быть вправду такими мошенниками, которые могут взять деньги на мое имя. Я даже не знаю, откуда они вообще узнали мой паспорт. И, кстати, вот это тоже главный вопрос. Откуда они взяли мой паспорт? Кто им предоставил? Я бы даже это узнал. Что за человек это сделал? Если потребуется, я буду во всем разбираться. С чего начнете? Ну, начну вот с того, что я сначала представлюсь, чтобы они представились. Я не стану там разбираться, это правда или нет. Я сразу скажу, скажите мне адрес вашего офиса, я тогда приеду и будем уже разбираться. Как видите, наши люди стали осторожнее. Но есть еще несколько способов снять деньги с вашей карты. Представьте, что вы в магазине с тележкой продуктов и картой, чтобы их оплатить. Желательно, чтобы в этот момент никто в очереди у кассы не дышал вам в затылок. Специально обученные люди, кардеры, с помощью специального прибора, скиммера, в момент, когда вы прикладываете карту, могут исчитать ее данные. Злоумышленники похищают деньги, прислонив считыватель, например, к вашей сумке. К слову, раньше все тот же скиммер машинники ставили на уличные банкоматы, копируя таким образом данные с карт с магнитной полосой, но не с чипом. Еще в банкомат иногда подкладывали фальшивую клавиатуру прямо поверх настоящей. Поэтому, снимая деньги в банкомате, проверяйте, нет ли там необычных деталей и не шатается ли клавиатура. Если же вам якобы звонит сотрудник банка и предлагает свою помощь, пытаясь узнать реквизиты вашей карты, будьте бдительны. Работникам банка, чтобы оказать вам помощь, эти данные не нужны. Ведь карточные воришки, возможно, начнут вас уверять, что, к примеру, по карте зафиксирован платеж на крупную сумму. А чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данной карты. Поддадитесь на уговоры, потеряете деньги. Всем привет! Вы знаете, у меня к вам вопрос. Вы онлайн-кредит получали? Нет, нет. А вот представьте, вам позвонит сотрудник банка и говорит, на ваше имя оформляется онлайн-кредит на 50 миллионов. И говорит, ваши паспортные данные. Нет, конечно. Нет? Я так никогда никому не скажу. Если мои паспортные данные они скажут, ну это может быть, конечно. Но это же мошенничество. Это же ясно, мошенничество. И сотрудник банка говорит, вот эти мошенники, наверное, если это мошенники, на ваше имя хотят сейчас снять с банка 50 миллионов на ваше имя. Ага. И говорит, если это не вы обращались, тогда нам скажите вот этот смс-код, который мы вам по телефону отправляем. Ага. Четыре номера. Ага. Отправите? Нет, конечно. Почему? Не, не, не. Я позвоню. Я возьму другой телефон и позвоню в банк и спрошу, почему они мне звонят по такому вопросу. Все правильно? Правильно. Я сама в банке работала раньше. Бывают случаи, конечно, люди говорят. Не надо говорить. Напоминаем. Никому, ни при каких обстоятельствах не называйте реквизиты своей банковской карты. Смело игнорируйте сообщения от якобы из банка. Уважаемые горожане, никогда вы свою карту не сфотографируете, не отправляйте через Телеграм или либо через Ватсап или через Инстаграм, никакой не отправляйте. Потому что там есть номер карты, срок годности карты. Уже больше ничего не надо им. Пароль не обязательно. Уже всякие Телеграм-боты, например, программы, функции есть. Уже пароль не обязательно. Уже они само собой будут снимать. Если эти ваши карты попадут в руки мошенникам, они уже сразу снимут с вашей карты деньги. Сотрудник банка никогда клиентам не звонит. Пароль или карту номера не будет спрашивать. Они никогда не будут звонить и спрашивать не будут. Они только будут проголосить в банк, чтобы подошли в банк и там уточнили все, какие-либо движения, если будет. Если у вас возникли какие-либо проблемы с банком, звоните туда по номеру, который указан на его официальном сайте. Поймите, что задача телефонных мошенников не дать вам время, чтобы опомниться. Ваша же задача быть бдительным и самому перезвонить в банк.